Всем привет! Продолжаю читать книгу Game Engine Black Book Wolfenstein 3D, автор Фабиан Санглард. Итак, приступаем к архитектуре движка. Сегодня мы начнем рассматривать движок игры. Напоминаю, что ваши лайки, репосты, спонсорская поддержка и очень-очень и очень важны. Благодаря всем этим действиям видео могут продвигаться, становиться популярными, а это в свою очередь дополнительная мотивация продолжать начатое дело. Чтобы выйти на новый уровень, нужно, чтобы канал развивался. Но развиваться он может только с вашей помощью. Итак, поехали. Скачать исходный код движка можно с гитхаба. Он до сих пор еще там лежит. 90% кода написано на языке C, остальное это ассемблер, на котором были написаны узкие места в плане производительности. Исходный код Wolfenstein 3DS состоит из 27223 строк кода. Это, конечно, уже не показатель, но любопытно сравнить этот показатель с другими программами. Ну, например, Curl. Есть такая программка. Это терминальная программа для загрузки URL контента. Курл состоит из 154134 строк кода. Google Chrome имеет 1 миллион 700 тысяч строк кода. Ядро Linux 15 миллионов строк кода. Публикация исходного кода была воспринята очень хорошо, но среди множества похвал, некоторые экстраординарные комментарии оставили неизгладимые воспоминания. Вспоминает Джон Кармак. В то время в наших редакторах не было орфографических проверок. А у меня всегда была плохая орфография. Слово Column, то есть здесь уже ошибка на английском Column, это столбец, да, с одной буквой L, а Джон Кармак с двумя писал. Так вот, слово Column появляется в исходном коде десятки раз. После того, как я опубликовал исходный код, одно из писем, которое выделяется в памяти, было такое. Это же Column. Тупой ублюдок. Идем дальше. На экране вы видите количество строк кода разных игровых движков ID Software. Кроме исходного кода, вы также можете увидеть пару других файлов, ну, если этот исходный код скачаете. Например, signon.obj. Это стартовый экран, показывающий системные характеристики, который был прилинкован к бинарнику. Это решение странное, но об этом поговорим позже. Еще там один файл из объектных, это game.pal.obj. Это игровая палитра. Жестко закодирована и прилинкована к исполняемому файлу по той же причине, что и первый. Игровой движок разделен на три блока. Первый, это 2D меню движка, которое позволяет пользователям настроить игру. Второй блок, 3D рендер, в котором игроки проводят большую часть времени. И третий блок, это звуковая система, которая работает как и с 2D модулем, так и с 3D модулем. Эти три системы обмениваются данными друг с другом через общую оперативную память. Рендерер пишет музыкальные и звуковые запросы в оперативную память, конечно же удостоверяясь, что ресурсы готовы. Эти запросы считываются звуковой системой в цикле. Звуковая система также пишет данные в оперативную память. Звуковая система отвечает за работоспособность всего движка. Рендер обновляет мир в соответствии со временем, которое отслеживается переменной timeCount. Итак, у нас уже есть общее понимание. Идем дальше. И можем посмотреть на код. И конечно же посмотрим на функцию main. Первое, что делает программа, это проверяет доступность ассетов. Ассеты это игровые ресурсы. Эти проверки выполняет функция check for episodes. Поскольку конечный компьютер работал в реальном режиме, код был скомпилирован с использованием только 16-битных инструкций. Для операции с 32-битными данными, Borland использовал свои математические библиотеки. В функции pass386, Wolfenstein 3D определяет, является ли процессор 386. И исправляет собственный код, чтобы заменить деление Borland инструкциями с использованием 32-битных регистров EAX и EDX. Далее идет функция init game, которая запускает все необходимые менеджеры. Затем идет основной цикл, в котором в постоянном режиме работают 2D-рендерер и 3D-рендерер. Функция play loop содержит 3D-рендерер. Это довольно стандартный подход к получению входных данных, обновлению мира и рендерингу, собственно говоря, этого мира. Звуковая система запускается звуковым менеджером, функцией SDL set timer speed. Сегодня существует известная библиотека разработки игр под названием SDL, то есть Simple Direct Media Layer. Так вот, префикс SDL, функции SDL set timer speed, не имеет к ней никакого отношения. SDL для Wolfenstein 3D расшифровывается как sound low level, а сегодня известного SDL Simple Direct Media Layer в 1991 году еще и не существовало вобще. В операционных системах, которые не поддерживали ни процессы, ни потоки, единственный способ заставить что-то выполняться одновременно с остальной частью движка была система прерываний. ISR, или обработчик прерываний, или процедура обслуживания прерываний, устанавливаются в таблице векторов прерываний, чтобы реагировать на прерывания, инициированные движком. Обратите внимание, как ISR, или ISR, может вызываться на частотах 140 Гц, 700 Гц, или даже 7000 Гц, в зависимости от потребностей звуковой системы. Об этом мы еще поговорим, но позже. Исходный код имеет двухуровневую структуру. Файлы VL – это высокоуровневые уровни, основанные на низкоуровневых подсистемах. ID – это то, что называется менеджерами, и они взаимодействуют с оборудованием. Всего есть 7 менеджеров. Высокоуровневый слой, отмеченный буковками VL, был написан специально для Wolfenstein 3D, тогда как менеджеры, отмеченные буковками ID, были повторно использованы из предыдущих игр, ну, например, Hover Tank 1 и Catacomb 3D, и улучшены для нужд нового движка. Идем дальше. Сейчас обсудим менеджер памяти, или манагер памяти. Движок игры не использует malloc в сишной библиотеке для управления памятью, так как это может привести к фрагментированной памяти и невозможности компактного свободного пространства. У движка есть собственный менеджер памяти, состоящий из связанного списка блоков для отслеживания объема оперативной памяти. Блок указывает на начальную точку в оперативной памяти и имеет размер. Блок может быть помечен такими атрибутами. Атрибут logbit, что означает, что этот блок не может быть перемещен во время уплотнения. Атрибут pushbits имеет 4 значения, может иметь 4 значения. Переместить первым, не используется, может быть перемещен, не перемещаем. Диспетчер памяти начинает с выделения всей доступной памяти через malloc или farmalloc. И в конце создает заблокированный, то есть locket блок размером 1 кБ. В связанном списке используются два указателя, head и rover, которые указывают на предпоследний блок. Для того, чтобы выделить память, движок взаимодействует с диспетчером памяти и запрашивает память с помощью функции mmgetptr, а освобождает с помощью mmfreeptr. Чтобы выделить память, менеджер ищет, так сказать, дыры между блоками. Это может занять до трех проходов возрастающей сложности. Первый проход ищем после указателя rover. Второй проход после указателя head. Третий проход это уплотнение памяти, а затем идет поиск после указателя rover. Смотрим на экран. Самый простой случай, когда после указателя rover остается достаточно места. Новый узел просто добавляется в связанный список и указатель rover сдвигается вперед. На экране три запроса на выделение успешно выполнены. То есть A, B и C. В конце концов, свободная память закончится и первый проход будет неудачным. Что вы и видите на экране. После указателя rover нет достаточной памяти. Если первый проход не удался, второй проход ищет, так сказать, дыру между указателем head и rover. Этот проход также очистит неиспользуемые блоки. Если, например, блок B был помечен как budgeable, и он будет удален и заменен новым блоком E. В этот момент и начинает проявляться фрагментация, как если бы использовался malloc. Если первый и второй проход завершаются неудачно, то нет непрерывного блока памяти, достаточно большого, чтобы удовлетворить запрос. Менеджер будет перебирать весь связанный список и делать две вещи. Удалять блоки, помеченные как budgeable, и, так сказать, уплотнять оперативную память, перемещая блоки. И на экране вы видите, что предыдущие блоки A и E были помечены как budgeable. C и D были упакованы. И для F память выделена на третьем проходе. У MM-блок Struct есть указатель UserPTR, указывающий на владельца блока. При перемещении памяти обновляется, конечно же, и этот указатель. Поскольку некоторые блоки помечены как заблокированные, то есть Locked, уплотнение памяти может быть нарушено. При обнаружении заблокированного блока уплотнение прекращается, и следующий блок будет перемещен сразу после заблокированного блока. Даже если между последним блоком и заблокированным блоком было свободное пространство. На экране вы видите, что C был перемещен после I, хотя он не мог быть помещен и раньше. Но это усложнило бы работу диспетчера памяти. Поэтому такие потери считались приемлемыми. Часто при проектировании компонента вы должны быть практичными и установить определенный компромисс между точностью и сложностью. Вот как Джон Кармак отозвался об этом менеджере памяти. Выделенный менеджер памяти, вероятно, был оправдан для Wolfenstein 3D. Но он является огромным источником ошибок. И я призываю людей так не делать. Ну а на сегодня все. Ставим лайк и репостим видео, подписываемся, оформляем спонсорскую подписку, нажимаем колокольчик, и канал будет развиваться. А вместе с ним и будет развиваться качество и количество видеоматериала. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok